Доброе утро, сталкеры, бандиты и все остальные, кто выживает в аномальных зонах. С вами, как обычно, я, сталкер-баннерщик, это мой персонаж Флюгий Генхаймен и, конечно же, СПБ-сервер сталкер-онлайн. Утро, потому что у нас утро, у нас 9 часов утра, на Егиде и на в Сон-Везубии, очень хорошая погода, нет ни выброса пепла, ни дождя, самая тема пойти по артефакту сходить. Но сначала, конечно, да, ромашки на могилу и все остальное. Сейчас я дождусь, когда придет посылочка, она буквально с минуты на минуты придет. О, вот она уже пришла, по традиции. Чего я вечно лог с пингом путаю? Зато рука будет натренирована. Так, посылочка, посылочка, это моя посылка. Вот, 100 раз-толу. Он очень здесь нужен. Так как артефакты я здесь продаю, заправить-то контейнеры нужно чем-то. Так, 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 где-то вот тут, вот эти игра, пепси. Встрекаем. Заправляем. 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 О, еще на заправку целую контейнер ходит. Ну и отлично. Пепси вот сюда. Так, ну что, все контейнеры вниз, потому что мало ли что-то мы найдем, надо сразу будет в контейнер кинуть. Вот. Ну и, конечно, надо будет как-нибудь рассортировать. Подожди, может быть, даже часть скинуть? Куда мне столько с собой таскать? Я же не думаю, что прям мы сейчас пойдем, там целый клондайк артефактов будет, и мы все найдем. Нет, конечно. Так, подушка, то есть для подушек, для щитов. Ну, я думаю, вот это антиграф можно скинуть сюда. Да, это для квестов. Так, ну еще пару контейнеров скинуть. Да даже не пару, а вот так вот. Раз-два, раз-два. А если мы еще даем сюда и кинем? Так, вот, четыре оставляем. Я думаю, этого хватит. Ну что, погнали. Давайте только сначала посмотрим. У нас задание от Ваняда. Нужно почтить память от друга его. Возложить на могилу букет ромашек. Мы ромашки собрали, ну и, конечно, убить по дороге 30 ведунов. 30 ведунов мы убили. Найти могилу друга Ваняда в южной части кладбища. На ней установлен большой каменный крест и нет оградки. На юге. Где-то вот здесь. Пойдем посмотрим. Большой каменный крест и нет оградки. Я думаю, ведуны нам не помешают, потому что в любое время на этом кладбище сидят сталкеры. И я могу даже вообще не париться. Ведунов отстреляют на раз-два. У нас на СПБ-сервере я особо не замечал, чтобы сталкеров других стреляли. Но я тут особо и не тушу. Поэтому. Прибегаем. А тут 20 ведунов. Ненормально. Все, сталкер на месте. Так. Могилка. Крест. А, так вот он. Вот он на гробе. Все, видите, я особо не парюсь. Меня ведун немножко там начал кошмарить, но его сталкер оперативно убил, поэтому насчет этого вообще можно париться. Давайте подлечимся, посмотрим. Так, журнал заданий. Подождите минутку. Обновлен. Вы собрали необходимое количество. Так, получено 700 единиц выживания и 1400 поддержки потери. Предмест, букет, ромашек на могилу друга. Все, вот. Могила друга Ваниада. Че мы прямо на могилке цели? Кровь заляпали. Нехорошо. Совсем, если честно, нехорошо. Давайте мы сделаем все по правилам. У меня тут есть кое-что. Мы сейчас бегаем обратно. в лагерь ученых. Открываем хранилище. Хреба у нас тут нет. Давайте возьмем кусочек салона. Открываем. Дюйд! кусочек сала и бутылка самогонки водки нет но я думаю самогонка почти ли памяти друге друга вани ада и ромашки положили и так немножко себя лепту внесли почему бы и нет любой сталкер который погиб в зоне он факт такой же сталкер как и мы поэтому почему не не почтить его память это нормально ну вот теперь можно двигать дальше давайте посмотрим букет на могиле память друга вани ада я почтил пора сообщить ему об этом ну понятно дело это когда мы там будем а сейчас то что любит каждый сталкер на и надеюсь мы пойдем искать артефакт и да пребудет с нами удача в общем стабики и щиты сюда пришел не только за стабиками только за подушками основном защитами но здесь да можно ставить места мы знаем но в основном это щиты да щиты альфа за этим итог так стоп опа опов да ладно но вы поняли да что сейчас произошло не понял где ты плавающий артефакт вот такие вообще обижают 2 это бэшка бэшка неинтересно в общем есть тут аномалии такие которые двигаются соответственно артефакты с ними двигаются там бэшка но дело-то не в этом дело в том получится ли ее подобрать этот артефакт давай 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 тут надо двигаться о они тут все нами ведь он меня бьет оба все не в зоне то есть надо надо брать его так чтобы он был в зоне в то же время чтобы аномалии нас не била давай 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 а бьет видите бить бьет опа ах ты ах ты и моего это конечно это самый вообще шик блин для stalker по под понимать артефакт подобрать его из блуждающий аномалий но это конечно мне всякой карусель не пыльник там из остальной электро электро дамы это лупит нормально но с другой стороны это бэшка мы можем конечно не выделываться но я хочу этот артефакт подобрать не ради артефакта ради интереса так вот про что я говорил то есть тут не только подушки и щиты тут и иногда бывает ставить визу и насчет этого принципе нормально так где мы где где мы где-то видели просто просто замечательно я хочу такой артефакт сталкеры есть они за кошмар рождя где это было это где-то прошли да прошли мама любит примерно вот тут она же дальше поехал а насколько дальше не понятно по метку просто далеко такие аномалии особо не уходит они двигаются конечно не так далеко учета так очень кого-то то что мы наткнулись на эту аномалию нас убила явно то что она исчезла может и такое будет конечно блуждающий аномалии вообще шикса жалко их мало вот блуждающих аномалии зоне должен быть намного больше зона опасность вот в них должны быть самые такие топовые артефакт но не попробуй такой аномалии просто достать не так уж просто согласитесь блин а похода она исчезла не будем сильно расстраиваться там все-таки бэшка была а нам нужны ашки но тут еще есть аномалия которая подушку рождают тоже найдем так куда пойдем пойдем наверно в сторону хворостовки там есть точка сохранения кулка и пойдем туда где опасно он там что-нибудь интересно опять ведом детали как мы пойдем сначала но в принципе по большому счету да надо наверное вот тут взять на костре точку сохранения и потом уже топы то есть аномалии у нас где вот здесь здесь аномалии здесь 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 вот в общем они тут везде но пойдем сначала в костюм костре возьмем точку сохранить потом оттуда плясать жалко кашку набрать это был бы прям такой классный трофей сам начале ходки и всегда нам это новая группировка я конечно не так уж прям интересуюсь и жизнью группировку зоне не всех знаю такой первый раз и хворостовка все коммунилин захватывает она в это время что не всегда удобно ну и кстати и очень даже неплохая точка для тренировки атмосферная такая интересная так ну что ладно двинули обратно точку сохраним мы взяли кстати к этой хворостовки мы пойдем оттуда самое смак и начинается вот эти аномальные поля и все остальное все что найдем все в контейнер надеюсь нам вышки больше попадаться не будут вышки нам нафиг а нужны альфа какой-то веке где за альфами артефа сюда можно второй этаж залезть 100 лет не воевал когда помню последний раз воевал тут немножко по-другому был тут забор вроде стоял да если не ошибаюсь так подожди ну тут должен быть забор вот тут такой еще был заборчик вроде как средний путь мне кажется там был забор вот мы на месте отсюда и начнем давай зона помоги нам немножко парочку трое квартус тут мы понимали что здесь что то есть так стоп блин бесы тут уже шарить а никто не говорил что будет легко тут бесов то достаточно мы же рядом с дружбой ходим а туда куда мы пойдем там бесов вообще нереально придется и арты искать и бесов стрелять вы поняли да с этой стороны блин тут походу давно никого не было ладно бывайся тут ух ты двоечку мне прям прописал а там еще один ах ты злодей на отдыхай а я я я я не 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 как теперь на вас вылазить то да бесов мы разделать не будем мы сюда пришли не за бесов ну разве что быстро быстро ладно говорил сам себе мы сюда пришли за артефакт мишку мишку то мишку то надо убить от чем мишка это же мишка наш любимый мишка блин 103 конечно зачет я сейчас вот с ним бегаю где то где то где то где то и мне он в последнее время нравится больше чем 104 он бьет прям в точку классно я вот привычку на нем немножко набил ну с учетом того что это калибр 7 62 конечно он прям не может прям тютелька в тютельку бить но я то до этого с акмом бегал то есть я привык к этому он реально почти в точку бьет можно прям очередью зажимать вот ну сами видели сейчас прям почти в точку лупит а если двойкой тройкой стрелять то вообще без проблем ничего ты какой похода но stalkers не было без и прям сюда вылез опять же пришли за надо понять и вообще есть тут артефакты мужики сейчас вообще нет факт что да мы что-то найдем но я буду бегать искать искать нам главное найти раз попасть на респа понять есть ох ты как прописал мне не хил там походу не один там их несколько да не вроде один был ван двигаем дальше чувствую что странно вообще песок будет нехило но мы точку сохранения наверно тогда перебьем проводника на новую землю там ближе все-таки бежать чем хотя там тоже недалеко али сладей все пойдем точку сохранения перебивать тут я чувствую там вообще это фига будет этих песок данным хотя они туда не появляются постоянно только их успел всех убить еще новые набегают поэтому пойдем с туда тут все таки поближе сколько магазинов то разрядили то и ну мое давай ка малеху зарядим на ксоруги твои братья-близнецы с толгу скита намного точнее стреляю Держи. Отдыхаем какое-то время и потом двигаем дальше. Ну пока все магазины не зарядим. Туда куда мы идем, нужно чтобы все магазины были полностью заряжены. Там не до этого будет. Там будем бегать стрелять, искать артефакты. Не до зарядки магазина. Поэтому заряжаемся и двигаемся дальше. Так ну что, магазины зарядили, можно двигаться дальше. Сталкер стоял такой, подбегает. Дарова бандит, я пишу. Я не бандит, но почему-то меня чат наградил звездочкой. Я не и четыре звездочки дип, блин. Че я так вот сказал? Я сказал, я не бандит, но это походу ругательское слово здесь. Поэтому когда я сказал, я не бандит, меня звездочками закрыли. Типа тут все бандиты, а как говоришь, не бандит. Ух ты, блин, какой нехороший человек. Ругаешься. Я бы вам еще одну историю рассказал. Но если я ее расскажу, это про то, что там... Вот, кстати, тоже на эту тему. Вроде говорил, все нормально, а заблокировали за то, что нецензурный выражей. Хотя там вообще такого не было. Но кто меня давно знает, знает, что я, в принципе, общаюсь нормально. Да, то есть, если я такое не позволяю, то тут вот нет. То есть, у нас, кроме опытных сталкеров, еще дети сталкеров смотрят. Ну, бывает, поэтому я стараюсь не ругаться. А меня забанили за то, что я ничего такого не делал, в принципе. Ну, над тем я не буду говорить, потому что я-то понимаю, что это было превзято. На-те, получите. Я сегодня до артефакта доберусь вообще. Это что тут с тупотворением мутантов-то, ее-моё. Просто был флюгиген, иногда на доске вижу, вот и... Просто был флюгиген, иногда на доске вижу, вот и не ПК. А, ну, флюгиген, блин. Да, на южном острове у меня флюгиген бегает. А там все подряд меня в заказ кидают. А толку-то, блин? Ну, прикиньте, какой чувак пойдет взять заказ, блин, допустим, с Артема, и идти на южный остров, или там где-то на северном, ловить меня вообще по новой земле. Ну, это нереально, правильно? А в заказ все равно дурачки меня кидают. К чему это, конечно, сами меня стреляют, а потом меня в заказ кидают. Ну, я про местных там бандитов. Я никогда этим не заморачиваюсь, вообще никогда. То есть, даже если меня убьют, то да сё, не то, что мне денег жалко, 10 тысяч. Ну, просто я не вижу в этом смысла. Ну, это... Это полная ерунда. И вот эта вся тема, там, заказы, все остальное, она себя давно уже исчерпала и неактуальна. Поэтому я этим никак не занимался и заниматься не буду. Вот, поэтому... Смысл в этом нет. Если бы что-то... Какой-то полк был от этого, то я бы не удалось бы, заказывал бы, да. Ну, а так, сами понимаете, кто поживает. И он пишет... А, да я видел, как те шадовцы заказывают. Ах, ну нет, шадовцы-то не так часто. Меня там в основном одиночки заказывают, которые из этой сибирской дивизии. Или кто там был там. Сейчас там шадовцы, конечно, рулят опять. Вернулись. Вот, а так в основном одиночки заказывают. Ну, да, я опять же, я не понимаю в этом никакого... Не вижу в этом никакого смысла, не понимаю, в чем кайф. Ну, заказал ты меня, и что? Ты думаешь, меня там кто-то убьет на Южном острове? Да я там, блин, 200 раз отмоюсь, блин. В общем, это, конечно, тема неактуальная на данный момент в зоне. И я не знаю, кто этим вообще занимается. Заказывает кто-то. Такой себе. Толк от этого никакого. Ладно, давайте не будем о грустном. О грустном, о грустном, о грустном не будем. Ах, е-мое, бежим, бежим. Ух ты, е-мое. А вы что, вы бразили, что здесь Тунгуска? Вы и тут не имеете власти. Сейчас мы их тут зачистим, будем спокойно. Хотите артефакты, лопаты грести? Ну да, ну да. Блин, я по своим временем бегаю, даже вот на ходу бывает. Со 103 стреляю, он прям точно лупит. Еще, наверное, одну-две худки я возьму свои слова обратно. Ну, в том плане, что 104 и 103 одинаковы. Наверное, надо будет еще один обзор сделать. Но, учитывая, что действительно привычка работает, кто в это не верил, вот вам, пожалуйста. Я побегал какое-то время со 103, он начал прям реально стрелять в точку прям. И очень комфортно с ним играть. И вот сейчас, да, я могу взять свои слова обратно и сказать, что 103 и 104 не одинаковые стволы. 103 лучше. В плане точности на дальняк. Когда на дальняк стреляешь, без глушить. 103 лучше, чем 104. Ладно, бегаем пока. О, что-то есть, что-то. Неужели мы первый арт нашли? Давай, давай, выпрыгиваем, выпрыгиваем отсюда. Давай, 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 давай. Так, тихо. Опа, 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 где-то был артефакт. А где-то был, с какой стороны? Много аномалий, непонятно, где откуда. А, о, о, подожди, это ты? Слушай, нет, подожди. А, ха-ха-ха, щит. Красавец эти ко мне, мой малыш. Так вот, все, информация подтвердилась. Щиты до сих пор тут есть. Собираем и не паримся. Да, они не так часто встречаются, как подушки. Но, если идет респ, тут и подушек наберешь, и щитов наберешь. Отлично. Щит альфа. Контейн. Щитов в два раза примерно меньше, чем подушек. Понятное дело, альфа, тут других нет. Но, я это могу только сказать, по сравнению с предыдущим кодом. Но щиты тут есть. Как видите, только что нашли щит. Соответственно, нашел один артефакт, бегаешь, смотришь. Тут как? А обычно, опять же, как было год назад, я помню, когда собирал. Идет респ противакта. То есть, где-то за один респ можно 2-3 щита поднять. Ну, и штук 5-6 подушек. Как сейчас происходит дело, я не знаю. Но, пока, вот, один щит нашли. И тут, в принципе, не опасно. Если у бесов там пострелял кто-то, да, и ты близко к забору не попадаешь, то, в принципе, можно здесь комфортно бегать. Студню убил. И бегаешь ищешь. То есть, не факт, что ты, допустим, пробежал один раз, ничего не нашел, и все. Нет, то есть, ты пробежал, и бежишь еще, и бегаешь, бегаешь, до тех пор, пока... Пока не надоест. Грубо говоря, как-то так вот, да. Но не стоит забывать, что не только здесь артефакт. Там, где мы вначале бегали, или около хворостовки там. Если рез пошел, то есть, артефакт появляется не только здесь, но и около хворостовки, и на той стороне. Вот, если сейчас посмотреть, вот там, да. А вот, вот там, на той стороне. Там тоже, если рез пойдет, там тоже есть артефакт. То есть, нужно и туда бежать. Плюс, опять же, можно забежать даже сюда, на дружбу. Бесов много. Ну, вот там, вот, 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 где я сейчас показываю. Там вот, тоже есть артефакт. Но лучше не забегать, тут придется отстреливаться от бесов. Да, поэтому лучше особо не выделываться. Там сталкеры бесов стреляют, у них своя задача, свои интересы. А ты бегаешь, тут артефакты постреливаешь, собираешь. Так, ну что, один щит, это только начало. Может быть, он тут одно висит, а может быть, сейчас только все и начинается. Опять же, это не резина, допустим, на Тунге искать. Такие артефакты рождаются намного чаще, чем та же самая резина на Тунге. Да, там, не знаю, как раньше. О, кстати, артефакт. Ну, раз где-то в два часа, может быть, полтора в час. Ну, где-то так вот примерно. Но не раз шесть часов, конечно. И они, конечно, не так часто, как, допустим, экраны. Они чуть дольше по времени. Но в целом нормально. Ну, вы поняли, да, методику? Эх, я не туда положил. Да не, не важно. Перемешку, ну, пусть будет перемешка. Разберемся. Так, два щита. Два щита, это уже хорошо. Ага, тут понятно уже, что идет Респорт. Значит, бегаем, смотрим. Надо пробежимся. Разочек там еще, чуть дальше. Блин, бес. Ай-яй-яй-яй, давай-давай, вылази, вылази, вылази. Да, вот так через аномалии прям шуруем, блин. Ну, а какие еще варианты? Надо на ту сторону сбегать и туда, где мы были, около Хворостовки. Там щиты, если честно, почаще вроде появляются. Тут подушки щиты, а там чисто только щиты. Иди сюда. Валим, 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 валим. Ахаха, ну вы сами понимаете. Тут другие мутанты. Отбились? О, отбились. А тут, блин, студний. Кстати, тут тоже есть пара-тройка аномалии, можно и здесь пробежаться. Вау, давние-ка я тут не бывал. Тут вообще атмосферно в этом месте. С одной стороны мутанты, с другой стороны мутанты. Тут бегаешь такой в поисках артов. А еще когда арт и прут, знаете, да, такой немножко адреналичек появляется. Вот надо и мутантов убить, и арты собрать. В общем, фух, классно. Так, ну что, погнали на ту сторону? Блин, не знаю, куда оттуда пойти. О, стоп, 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 стоп. А вот и подушки. То есть, да, тут подушки и щиты. Мы собираем и то, и другое. Нам то, и другое нужно. Зачет. Но, может быть, уже щитов больше не будет. Сейчас подушки одни пойдут. Два щита, в принципе, нормально. А пофигу куда. Кладем, короче, и там разберемся. Какая разница? Куда? Правильно. У нас, по факту, сейчас только подушки и щиты в контенте. Ну, антигравы, это для гравитационной переменной, если мы найдем. Поймаем еще. Задам мирно с кем. Заказ, то возьмем еще. Только надо, чтобы какое-то время прошло. У меня как раз есть три антиграва альфа и три медальона ведуна. Слепыша лежит. На эгиде. Вот так вот, в принципе, по аномалиям бегаешь. Но сейчас не такие опасные аномалии. Не нужно камушек кидать по большому счету. Можно на скорости выбежать. В идеале, конечно, крысу надо лопать и на крысе бегать. И вот так смотришь. Так, больше пробежишь, больше посмотришь. Не будешь там. Это аномально поле, там, по шажочку все. И следует по-быстрому, по-быстрому. И следовал, пробежал дальше. Ладно, погнали на ту сторону, пробежимся. Ну, давай, что там у нас с этим? Ох ты, зарядиться надо. Зарядиться, да, надо. Ну, я вот сейчас тут встану какое-то время, встаю. Чуточку надо зарядиться. Без этого никак. Еще придется отбиваться от мутантов. Так, ну что, закинул я четыре магазина. Агутка немножко изменилась. Ну, да ладно. А тут, кстати, иногда бывают резины. По крайней мере, раньше были, да. То есть, я давно-то не выживал в этих местах. Поэтому сравнивать с той порой, так сказать, когда я тут именно частенько бывал. Ну, это да, где-то год назад. Год назад, поэтому... Сейчас что-то изменилось. Но щиты и подушки, все на месте. Так что, приходите, собирайте, вообще не парьтесь с того. Все есть. Хватит на всех, поверьте. Тут они часто появляются. Любой сталкер придет насобирает. Когда народу много будет, конечно, будут перестрелки и все остальное. Но, я думаю, на всех этих карт не хватит. Так, ну что. Ну и вот здесь, да. Здесь то-то самое. Щиты, подушки. Ну, тут иногда стабики будут. И резины. Ну, вот, и мы сейчас побежали, не побежали. Плюс, если у тебя одиночка, ты всегда можешь передохнуть. А здесь нау крепочки. Зарядить магазин и двинуться. Раньше здесь еще любили артефакты собирать. Но сейчас это тупый ивент, поэтому нифига там ничего нет, к сожалению. А раньше там можно было... Ну, Марио, конечно, в основном собирали, но это давно было. Вот так же резину находили и стабики так же там. Да, там резина. Насчет подушки я не помню, но резина со стабиками там точно будет. Сейчас туда уже смысл ходить. Жалко, конечно. Поэтому вот с этой стороны то же самое. Ну, тут, конечно, чуть их поменьше, но так же бывают достаточно. Зато здесь более-менее спокойно. Тут паучки и кабанов немножко. Опа, кстати. Это Марио, да. Тут еще не стоит забывать, что тут... Марио можно найти. Но сейчас это не актуально. Если бы сделали квест Марио для штопора, чтобы он входил в квест по соревнованию, тогда бы Марио тут гребли бы лопатой. И одиночки бы нормально зарабатывали. Всем бы было хорошо, согласитесь? Но на данный момент Марио не актуально вообще. Вот паучки и кабаны. Да ладно, я в аномалию попал еще с кабанами воевать. Зона, за что ты меня так наказываешь? О, нет, все разбежались. Подлечимся, малеха. А, с аномалием тут тоже порядок. Стоит переживать насчет. С этой стороны, плюс с той стороны холма. Нормально. Так, что-то есть. Подушка альфа. Ну, нормально. Что у нас там все это по сбору артов? Две подушки. Ну, вот вторая подушка. Два щита альфа. Спи нормально. Потихоньку, потихоньку. Мы же заранее начали сборать. Так что нормально. Мне больше всего три зина альфа беспокоит. Придется попыхтеть, конечно, чтобы собрать. Так, что у нас вообще? Щит альфа. Тут подушки, щит. Давайте вот так вот положим сюда. И надо, чтобы одни артефакты были вот сюда вытащены. Ложим туда. Одна подушка у меня была. То есть два щита, две подушки. В целом неплохо. Забежали. Тем более мы еще не прекратили свои поиски. Продолжаем. Но сейчас вот явно видно, что идет рест. Байк шуй небольшой, еще пока непонятно. Но нужно по возможности пробежать все места. То есть здесь пробежим, потом пойдем туда, ближе к Хворостовке. Там пошаримся. Потом вернемся на ту поле, где мы начинали. В общем, бегаем, пока перестанут арты появляться. Ну и пока не устанешь, не надоест. Лучше. От многих факторов зависит. И может быть, если бегать более досконально, не так, как это, знаете. Там пробежал, там камушек кинул, знаете. То есть, по факту глазами не смотрю. Я стараюсь все аномалии зацепить. Зацепить детектором, чтобы детектор определил артефакт, да. А сам чисто вот камушки кидаю, чтобы понять, где аномалия. И вы можете пробежать по ней, да. Ну я такой, знаете, доставлен. По неопасным аномалиям прям могу и пробежаться. Ну а что, защита позволяет, почему бы и нет. А детектор у меня все там юзает, юзает, там, о-о-о, артефакт. А если увидит, он мне сообщит. Еще бы звуковой сигнал бы добавить, знаете, как? Артефакт попадает в поле зрения МЗА. Не всегда же ты можешь увидеть, к примеру, да. Бывает, ты вообще в это время в другую сторону смотришь. А вот, допустим, попал в поле зрения МЗА, его зацептирует, звук, бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Где-то арт был, да, там? Вот это было вообще пока. Так, ну что, ладно, не будем здесь около костра отдыхать не до этого. Сейчас идет, ну, какой-никакой, но небольшой респ. На четыре артефакта мы нашли, значит, нам нужно двигаться дальше. Нам нужно побывать там, где мы не были. Сейчас бежим тут по краешку, потом бежим туда, в сторону крепких в Ростовка, там пошаримся, и потом вернемся туда, где мы изначально шарились. Значит, бегаем, смотрим. Смотрим, ищем. Насчет подушки я еще особо не парюсь. Подушки мы на аэропорту насобираем там туевую кучу, как говорится, да? Но вот щиты, нам нужны в основном щиты. Осталось всего 13 штук. По моим планам. Ох ты, е-мое, мне там вес еще бьет. Давай-давай-давай-давай-давай, выходи, выходи, сейчас мы. Иди в песок за кошмар. Давай не здесь, давай вот тут. Ох ты, сколько вас там. О, е-е-е, там их 5 штук. Валим, 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 валим отсюда быстренько. О, прям нормально так закошмарили. Ну, я сейчас по ним стреляю так, чтобы они умерли просто, потому что... Потому что мы просто валим отсюда, но... Нет, они меня сейчас закошмарят. Да, все. Ну, их там пятеро, в пятером они одновременно меня атакуют. Я, конечно, там их подранил. Ну, может быть, это неправильно, но... Надо было их стрелять, знаете, как... Сначала одного убить, потом другого, но... Я же не просто так это делал, я знал, где у меня точка сохранения. У меня точка сохранения здесь. Соответственно, мы сейчас туда добежим, они опять на меня нападут. Но они будут уже ранены. Они, в принципе, будут все ранены. И они сейчас истекают кровью. Я приду как герой, как победитель. И всех мутантов уничтожим. О, да там еще медведь какой-то шарится, смотрите. Медведь тогда что делать? Ван они, ван они. Вот, и сейчас мы их... Раз, два, три, четыре. А медведь за кем-то гоняется, да? Ладно, не будем. Может быть, сталкер специально убивает мишку. Ну да, он за каким-то сталкером гоняется. Так, ну что, одного беза мы убили. Остальные что, своей смертью померли? Да, все верно. Не стоит убивать, потому что видно было, что сталкер охотится на медведя. Чем ему мешать? А вот и мой трофей. Трофей, это мой вообще-то бильд. Ну где вы тут? В власти. Что за сталкер? Мне же надо туда, вон, наверх. И вот по той горочке пробежаться. Таня, наверное, они все сдохли. Я их, в принципе, подранил тогда. Да нет, подохли, подохли, по-любому. Я их нормально так подранил. Одного, второго, третьего. А, нет. Тихо, 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 тихо. Эх, нет, за себе. Я не спрячусь. Вы бежим, бежим, бежим отсюда. Не к силу. Отдыхай, Ланечка. Так, ладно, вот здесь. Тут аномалий тоже достаточно. Не нужно. Думаю, что здесь мало там. И вот, если честно, опять же, когда год назад мы тут собирали арты, здесь щитов больше было, чем подушек. То есть, там в основном подушки и чуть щитов, а тут в основном щиты и чуть подушек. Как-то так. Ну, может быть, еще так не везло. Слушайте, вообще ничего не найдем. Есть такой шанс. Но, с другой стороны, я не буду париться. Мы уже нашли нормальное количество. Два такие, два такие. Для начала пойдет. Может, тут не на один день? Ничего. Не страшно. Мы сейчас вернемся на то. На то наше интересное поле, где студни, бесы и артипл. Там, глядишь, уже что-нибудь созрело. А что? Аномалии такие, они часто рождают артипл. Сюда тоже нужно запрятать. По идее, респ должен одинаково идти. Что на том поле, что на поле через речку, что на этом. Ну, а когда как? Тут еще зависимость от того, сколько народ тут шляется. Правильно? Может, кому-то комфортно здесь, к примеру, вот. Чуваки захватили базу, и они тут будут шариться и искать. Проще сначала здесь пробежать, а потом уже идти куда-то дальше. Ну да, у того, у кого сейчас будет база, будет вообще комфортно. Взял точку сохранения, пошел артипл искать. Ах ты, блин. Закошмарили меня. Давай, вылази, вылази, вылази отсюда, ну же. Но, с другой стороны, тут точка сохранения проводника на новую землю, поэтому для всех любых других сталкеров тоже не проблема. Лазить искать артиплан. Ну, где ты там? Покажите. Давайте беса убьем, он что-то от меня не останет. Я его не бью. А, вот он. Раненый, что ли, был уже прям. Так, ну что, еще кружочек? Да, конечно. Может быть даже не один по всем этим аномалиям. Поиск артефактов не требует. Суеты и все остальное. Бегаешь спокойно, ищешь. Расслабляешься. Ну, иногда мутантов постреливаешь, иногда конкурентов. Уж как. Давай, зона, подари мне еще пару щитов альфа, и я буду доволен, как слон. Ну, или как бес, которого не убили. Который там бегал-бегал, всех бесов убили, а он такой живой остался. Вот. Кстати, еще грибы хорошо появляются, да, вот. И поганки здесь бывают, также и мухоморы, ну и все остальные грибы. Ну, как и везде. Грибы же могут появиться любые, в том месте, где вообще грибы появляются. Погодку у нас заметили. В студии сразу лучше закошмарить, чтобы они не бегали. Они вроде как бы особо не мешают, но бегают, плюются. Такие. Поэтому лучше их зачистить сразу. Они тут не страшные, не густые, они такие какие-то, средние. Вау, я бы нормально испугать тебя, это вообще жесть. Давай, вылази, блин, отсюда. Ах ты, блин. О, это быстрый. Быстрого можно разделать. Какой? Они сейчас убьют меня. Да. Чуть не успел. Добежал бы там, до берега присел бы. Ну, да ладно. Так, ну, по большому счету мы пробежали, в принципе, везде. Артов больше нет. Но, с другой стороны, мы насобирали немножко. Тем более, смотрите, у меня магазины все разряжены. Нужно заряжать. Там же не получается просто так бегать. Там нужно стрелять. Поэтому, заряжаем магазины. Тут без этого никак уже. Не страшно. Ну, а в следующий раз мы останемся здесь и отправимся также искать артефакты. А на этом все. Наша сегодня небольшая ходка закончена. Всем удачи, всем пока. Ну, и чтобы вам везло так же, как мне все. Я считаю, что за такую небольшую ходку мы, в принципе, нормально нашли артефактов. Тем более, мы нашли те артефакты, которые нам нужны. Поэтому, я считаю, что это хорошее везение. Поэтому, пожелаю вам такого же. Всем до встречи, всем пока. Увидимся в зоне. Продолжение следует...